Благословенна земля Донская, благословенны и все народы, живущие на ней. С античных времен даровала она людям плодородную почву, глубокие водоемы, теплый климат и другие природные блага для мира, развития, созидания. Настало время и грекам ответить гостеприимному краю добром на добро. 28 марта 1775 года начинается новая страница в греческой истории Приазовья и Дона, а вместе с ней небывалый расцвет и развитие всего края. Культура, традиции, православие, наука, образование, просвещение, политика, предпринимательство, меценатство. На поддержку российской государственности и развитие родного Донского края греки никогда не жалели ни своих средств, ни сил. И пережив революцию, репрессии и гонения 20 века, греческое движение возрождается вновь. История донских греков, она очень интересна. Понимая, что на нашем поколении лежит ответственность именно характера организационного, 25 лет назад мы решили объединиться, организоваться единое донское движение греческое. Могу сказать, наиболее организованная структура, правильно организованная структура, безусловно, это ТАНАИС, на котором принципиально я реализовал свои идеи о том, что волонтерный подход к решению глобальных вопросов, в общем-то, неэффективен. В этой структуре, безусловно, работают профессиональные люди, это их работа с утра до вечера, заниматься именно эллинизмом и участвовать активно в жизни области региона. На сегодня это наиболее организованное, наиболее сплоченное общественное объединение, деятельность которого направлена на сохранение национальной греческой культуры, греческих традиций, греческого языка. ТАНАИС является активным участником всех городских общественных мероприятий. Греческая площадка бессменно собирает вокруг себя огромное количество горожан. Греческое общество поддерживает активное взаимоотношение с другими национально-культурными объединениями. На сегодня их городе 20 и вносит большой вклад в сохранение мира, дружба и согласие на нашей Донской земле и в нашем городе Ростове-на-Дону. С моей точки зрения основная цель нашей диаспоры, как таковой и общественных местах, это, безусловно, быть трепетными носителями основных ценностей нашего народа. И учитывая то, что во все времена, и столетия, и более тысячелетия назад наш народ выступал всегда в роли созидателя и достаточно качественно интегрировался в любое сообщество, и достаточно качественно взаимообогашал народы, с которыми, в общем-то, приходилось жить. И эту ценность удивительно мы сохранили. Мы с собой обогашаем и, безусловно, берем лучи у тех народов, с которыми мы соприкасаемся и живем. Сегодня больше всех, конечно, грецкие общины показывают свою культуру. Со всеми народом они очень дружат. Мирный народ, прекрасный народ. Мы даже от них учимся, честно говоря. Действительно, народ достойный. Для России, для всего мира. Они сохраняют культуру, своему народу помогают, особенно руководитель Иван Савидий. Он не только своему народу помогает, но помогает, можно сказать, не только своему народу, помогает всем. Поэтому ему очень большое спасибо. Милене Леоновой большое спасибо. Не упускает ни одно мероприятие, ни среди наших организаций, ни среди своих. Мы очень тесно сотрудничаем с обществом ТАНС. Мы проводим общие выставки, общие концерты, общие встречи. Всегда гости этого общества, гости в нашем доме. Они помогают нам в процессе реставрации. Финансовая такая поддержка для нас очень важна. Так что мы с удовольствием с ними общаемся. Я, наверное, только похвалить могу греческую общину. Это вот от чистого сердца слова. Дело в том, что община не только, как многие другие, занимается взрослыми проектами, взаимодействием с отечественниками и так далее. Огромным спектром от детского направления, причем здесь не только греки, греческие дети, но, скажем так, дети из рисковых категорий, а также и представители других общих. Она является и финансово состоятельной, и организационной, и в принципе сильным обществом, которое взаимодействует на огромном поле с правительством и Ростовской области органами исполнительной власти. Ее вклад весом и значим для нашего региона. Ежегодно в греческой диаспоре проводится в районе ста мероприятий. Мероприятия совершенно разного масштаба, совершенно разного калибра. Это и образование, и культура, и спорт, и православие. Кроме того, мы реализуем ежегодно три масштабных проекта, направленные на межнациональное согласие, проекты благотворительного характера. Наша организация вошла в реестр поставщиков социальных услуг. В пятый год действует клуб «С надеждой в сердце». Это клуб для пожилых и одиноких людей. Мы организовываем благотворительные спектакли, акции, которые делают волонтеры нашего греческого движения. В основном это молодежь и воспитанники детской школы. Это раздача горячего питания, раздача хлебобулочных изделий. У нас существуют выездные десанты на дом к людям, которые не в состоянии сделать какие-то ремонты и уборки по дому. Это вырабатывает очень большую ответственность у детей. В греческой диаспорой проводится образовательный проект. Каждый год мы называем его по-разному. «Познай Грецию», «Греция и я», «В моей душе живет Греция», «Дыхание Греции» и так далее. Включает в себя этот проект детскую школу выходного дня при греческом обществе «Таноэс». Это всевозможные конкурсы, эссе, сочинения, творческие поделки. Мы работаем в партнерстве с Центром одаренных детей «Дар», с общеобразовательными учреждениями, с центрами и домами творчества. Мы везде сталкиваемся с тем, что греки придумали на самом деле очень много лет назад. Это всемирная культура. Она близка любому человеку, который живет на земле. Во время этого проекта с обществом «Таноэс» мы подружились. У нас много идей. Мне нравится их и серьезность, и подход. Это настолько приятное и действительно добротное сотрудничество, что я думаю, что нашей дружбе еще много лет. Очень интересным проектом у нас был интернациональный центр дополнительного образования «Солнечный город». Проходили в центре уроки дружбы, где дети и подростки могли знакомиться с культурой разных народов. К образованию, наверное, можно и отнести наш проект, который также получил поддержку правительства Ростовской области, патриот России, патриот Отечества. Он был направлен на то, чтобы донести до детей, что несмотря на то, что мы все разные, все разных национальностей, мы граждане Российской Федерации, мы должны быть патриотами нашего Отечества и, если понадобится, с защитниками тоже. Апогеем нашего образовательного проекта в 2016 году стало открытие отделения греческого языка на кафедре лингвистики при Ростовском государственном экономическом университете. Очень мощные давние культурные связи с Грецией, экономические контакты, постоянное взаимодействие. Таким образом, новогреческий может пригодиться и в профессиональной деятельности, он может помочь подняться по служебной лестнице. Но часто люди приходят, потому что они в Грецию влюблены. Наша группа занимается один год, сдает экзамен и получает диплом новогреческий язык в сфере бытовой коммуникации. И эта же группа продолжает работать в следующем году, чтобы уже более глубоко изучать язык, осваивать, возможно, научный, деловой, публицистический дискурс. Первое, о чем необходимо помнить, это о том, насколько важна история Греции для всего мира. А греческий язык — это ее неотъемлемая часть. Мне бы очень хотелось, не уверена, что не только мне, чтобы тот проект, который начался в 2016 году, чтобы он продолжал свое существование, и чтобы как можно больше молодежи могли изучать язык, приобщаться к нему, тоже получить диплом. Молодежь Греческого общества Таноэс — уникальная молодежь. Одни из самых активных, инициативных ребят, на которых всегда можно положиться в любом мероприятии, независимо от того, где оно проходит, независимо от масштаба мероприятия. Везде есть ростовские ребята. В трех словах я бы их охарактеризовала как надежность, инициатива и доброта. У нас в обществе очень теплая атмосфера. Мы приходим на танцы, потом после танцев у нас в Чайпите, участвуем в мероприятиях, посещаем греческий храм. Я бы сказал, что наше общество не просто организация, а семья. В нашей стране России очень много греческих общих, греческих диаспор, но греческое общество Таноэс выделяется своей открытостью, своей раскрепощенностью, своей радостью жизни. Я бы хотел пожелать греческому обществу Таноэс расцвета, чтобы наша молодежь всегда стремилась пропагандировать свою культуру, свой язык, быть всегда сплоченными и помогать в разного рода проблемах, либо идеях, общих дел, которые бы могли пропагандировать нашу культуру и поднимать нам в высший уровень. По инициативе Ивана Игнатьевича Савидия было проведено очень много работы предварительной. И 22 сентября 2007 года по благословению патриарха российского тогда еще Алексия II было освящено место под строительство греческого храма и была произведена закладка первого камня в фундамент. Это место уже сегодня объединение двух стран, двух народов. Я думаю, что когда храм будет в достроенном виде, когда там будут произведены внутренние росписи, это будет совершенство великолепия, церковное торжество, торжество православия, можно много эпитетов сказать. То есть это будет что-то необыкновенное. Переоценить необходимость и важность храма в жизни православного христианина невозможно. Это средоточие культурной жизни, религиозной жизни, языковой, наконец, национальной жизни. Различные народы принимают православие, но мы акцентируем, что наш храм греческий. Значит, здесь фрагменты богослужения по некоторым традициям греческой церкви. Праздники, которые почитаются греками, особенно понтийцами. И самое главное, я считаю, что работает воскресная школа при храме, при обществе Танайс. Тянутся дети, тянутся молодежь. И в рамках этих воскресных школ преподается новогреческий язык. Ведь умирает язык, умирает народ. Я считаю, задачей номер один сохранить веру, культуру нашу и прекрасный, певучий, самый красивый в мире греческий язык. Наш духовник, отец Олег Добринский, духовник Ассоциации греков России, он говорит, что каждый человек должен жить с тремя понятиями. Это Бог, любовь и свобода. Мы сохраняем нашу культуру, наши традиции, передаем ее нашим детям. Все наши мероприятия организовываем так, чтобы все три составляющие всегда присутствовали с нами. Так было, так есть и так будет. Всегда. Хорошо, когда есть у народа традиция отмечать юбилей. Тогда понятием вектор движения. Подведя итоги, я могу сказать, что нам стесняться нечего. Мы делали и делаем более, чем могли бы. Особенно последние 5-7 лет вообще общая деятельность наша – это научная обоснованность. Все то, что мы слышали от дедушек, бабушек, слышали у себя в семье, в домах, мы хотим придать этому научный характер. Много интересных задач. Хотел бы пожелать следующему поколению, чтобы воспринимали нашу деятельность как некий фундамент. И наша задача – дать им возможность вот этот вектор сохранить, чтобы мы ни в коем случае не забыли свои традиции, не забыли, сохранили стержень своего народа и ментально чувствовали себя частью этого народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова